Зарплату медикам с 1 января 2020 года будут рассчитывать по новой схеме, а количество надбавок и доплат сократится с 50 до 13 показателей. Вопрос, который очень волнует медицинскую общественность, в последнее время на отчетно-выборной конференции Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения обсуждался одним из первых. За 9 месяцев 2019 года средняя заработная плата врачей в Гродненской области составила 1205 рублей. У среднего медперсонала медсестер работников скорой водителей 739 рублей. С одной стороны новый алгоритм расчета вознаграждения за труд все упрощает, но задача профсоюза не допустить снижения уровня зарплаты, а также уровня социальной защищенности. Наша задача сегодня дойти до каждого работника, до каждого члена профсоюза и увидеть, как в конкретной ситуации складывается заработная плата в январе. Поэтому эта работа уже ведется по большому счету 3-4 месяца, но вопросы, которые возникают в процессе осуществления этого постановления, они возникают. То есть есть нюансы, которые по ходу надо решать. На заседании также шла речь о миграции медицинского персонала. По данным Минздрава, ежегодно порядка 200 белорусских врачей уезжают работать за границу, и важно, чтобы со временем эти специалисты вернулись в Беларусь с багажом новых знаний, навыков и умений. За 9 месяцев этого года в Управление здравоохранения за подтверждением диплома обратилось 25 человек специалистов из Гродненской области. Если для сравнения, то у нас в области работают 6 тысяч врачей. То есть как бы удельный вес не очень высок, но мы, конечно, заинтересованы, чтобы если бы и была миграция, то миграция была внутри страны. На отчетно-выборном собрании также были обсуждены актуальные вопросы охраны труда в медицинских учреждениях Гродничины. Здравоохранение становится все более высокотехнологичным, приобретается новое современное оборудование. Если раньше компьютерный томограф был только в Гродно, то теперь полное обследование организма можно провести и в других городах области. В ходе заседания речь шла и о том, как сработали учреждения здравоохранения нашего региона по ключевым направлениям за отчетный период. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok